Эдем. Вечуешь життя без аллергии. Его спроектировал ученик самого Гюстава Эйфеля, того самого, который построил Эйфелеву башню в Париже. Этот маяк по частям привезли из Франции и установили здесь. Высота маяка почти 25 метров. Его построили в начале прошлого века на средства помещика Сергея Скадовского, основателя города Скадовск. И с тех пор маяк освещал путь сюда более сотни лет. Он украшен ажурным металлическим каркасом. А на фоне рассвета и моря с прозрачной голубой водой выглядит по-французски романтично. А вот если подойти ближе, становится понятно, что он давно перестал функционировать. В 2005 году его полностью вывели из эксплуатации, огородили колючей проволокой и закрыли вход. Мы оказались тут в виде исключения, как журналисты, чтобы показать уникальность этого объекта, подтвердить его аварийное состояние и ускорить старт его восстановления и реставрации, как национального достояния. Друзья, посмотрите внимание на состояние. Морской климат. За сотню лет уничтожают металл. Причем французский металл, привезенный из Парижа. Посмотрите, он весь расслоился. Уже, конечно, находится в аварийном состоянии, поэтому только в виде исключения либо сотрудники, либо вот журналисты, люди, которые рискуют жизнью ради своей работы, могут забраться на этот маяк. Вот, посмотрите, здесь тоже какое состояние. Ну что, друзья, мир наизнанку всегда рискует, поэтому мы с вами тоже рискнем и заберемся наверх, чтобы показать вам эту красоту. Пожалуйста, не повторяйте это, не делайте, потому что это опасно для жизни. Внутри это типичный маяк таких габаритов. Полая труба с винтовой лестницей, где 105 ступеней. Раньше этот маяк был путеводной звездой для моряков и светил на расстояние почти 15 морских миль. Это около 27 километров, чтобы корабли не сели на мель возле джералгача. Теперь маяк сам выглядит, будто после крушения. Он, конечно, весь проржавел и буквально разваливается. Очень жалко это. Но вообще, глядя на его основание, можно предположить, что если еще лет 10 этим не заниматься, то он просто рано или поздно обвалится и упадет. Потому что металл просто, видите, уже расслаивается. Ну а вот, друзья, мы находимся на вершине визитки острова джералгач, самого знаменитого места. В народе называют маяк Эйфеля. И вот сегодня оно находится, к большому сожалению, в аварийном состоянии. Можете посмотреть, как мы снимаем. Вот как я стою. Одной ногой оперся на перила, второй на единственную целую опору в этом месте. Вторая оборвана. Саша тоже стоит одной ногой на опоре, которая есть. Второй. Ну, там уже фактически ничего нет. Если посмотреть дальше, птичьи гнезда. И все проржавело. Самое, конечно, опасное вот здесь. Вот если наступить сюда, может вообще провалиться. Смотрите, металл живой, он шевелится. Зато отсюда открывается просто невероятный вид на косу. И ты можешь ее рассмотреть. Вот самый край, он загибается. Действительно, ну чем наши Мальдивы хуже Мальдив, которые на Мальдивах? Друзья, класс. Совершенно вижу дельфинов. Посмотрите, идут красавчики какие. Просто невероятно. Потрясающий вид. Дельфины кувыркаются в прозрачной воде неподалеку от старого маяка. Для навигации рядом построили новый маяк. Но никакой архитектурной ценности он не представляет. Поэтому очень важно сохранить именно маяк Эйфеля. Без преувеличения, одну из туристических жемчужин Украины. Очень важно взяться за реставрацию этого объекта, потому что это без преувеличения памятник, архитектуры и достояние всей Украины. Категорически не рекомендуем никому рисковать своей жизнью, подниматься в это место. Здесь находиться действительно небезопасно. Мы показали вам все, что смогли, и теперь аккуратненько топаем. Саша, аккуратно. Я наступаю сюда, не наступая на эту же балку. Вообще маяк – это не только самая красивая, но и самая туристическая часть острова. Если вы отправляетесь сюда на большом пароме пассажирском, то вас привозят в эту часть острова. Здесь можно увидеть очень много палаток, то есть десятки или сотни людей, в зависимости от сезона, ночуют здесь, остаются на неделю, на две, некоторые даже на все лето. А каждый день тысячи людей привозят на этот пляж, чтобы просто искупаться, и вечером возвращают обратно в Скадовск. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok